Вопрос по молитве теперь. Как совместить прошение о безболезненной, непостыдной и мирной христианской кончине с прошением «Во Христа крестистите, во Христа обликостисе?» Какой должна быть истинная христианская кончина? Ну, насчёт связи этих двух молитв, конечно, тут, знаете ли, так просто. Не знаю, что подразумевает человек. Но в отношении же просьбы о том, чтобы Господь дал действительно эту кончину мирную, удивляться нисколько не приходится. По крайней мере, тому человеку, который хотя бы немножечко пережил или мог представить себе этот момент кончины. Мы, конечно, о кончине своей не думаем. А святые отцы пишут – помни о смерти, и вовек не согрешишь. Скоро, вот, придётся предстать во свете перед Богом, перед святыми, когда всё обнажится в нашей душе. Всё! Наши мысли, дела, намерения, цели, обманы, лукавства – всё обнаружится. Ох, как это полезно, помни, действительно! Когда мы молимся о кончине такой, именно, церковной молитвы, которая нас научает, то речь идёт о чём? Примерно о том же, о чём сказал Христос своим ученикам, когда они попросили Его научить молиться. Хлеб наш насущный дашь нам днесь. Мы же состоим из души и тела. Потребности тела естественны у нас. И, конечно, боли и прочие переживания и скорби понятно, как они противны нашему телу, то есть нам. Поэтому неудивительно, что мы можем об этом молиться. Молиться. Вот такое кончине. Но! Но! С десятью восклицательными знаками, о котором пишут святые отцы, один за другим, непрерывно. Вот я вот не взял с собой бумагу, я бы вам зачитал бы. Зачитал очень интересные вещи. Святые отцы говорят, Ни в коем случае нельзя настойчиво просить, чего бы то ни было из наших земных благ. Хотите – ничего не получить? Просите! Будете просить настойчиво? Дай Господи! Всё! Можете быть уверены. Почему? По той простой причине, что вот это упорство нашей души не даёт Богу действовать в нас. Ведь наши молитвы очень часто с чем сопряжены? Господи, Ты там ничего не понимаешь на небе! У меня вот тут нужно и то, и другое, и третье, а Ты ничего не понимаешь! Забыли, когда Христос перед своими страданиями Голговскими страданиями молился. Посмотрите, как он! Что сказал? Господи, ой, да минует меня! И дальше – Впрочем, не моя, но Твоя да будет воля! Видел, какие издевательства и пытки придётся перенести, и сказал – да будет воля Твоя! Вот, если мы хотим, чтобы наши молитвы были услышаны, чтобы услышаны, и чтобы они были для нас именно полезны, а не как-либо, то надо молиться именно вот так! Господи, Ты видишь, что я хочу? Видишь! Потому что я страдаю! Видишь! Но я Тебе верю, что Ты есть любовь! И поэтому, Господи, прошу, да будет воля Твоя! Помоги только мне! Поэтому истинная молитва – это молитва только – Господи, помилуй! Но ни в коем случае дай, Господи, мне это! Помните сон? Сон матери Рылеева, декабриста Рылеева? Она же потом рассказала, когда его повесили. Он мальчиком заболел. И она просто просила, я не знаю, не только со слезами, и от всей души. И ей было видение. Ангел прямо берёт этого мальчика, её Рылеева, и затем показывает, показывает, кем он будет. Она видит. Становится там школьником, гимназистом, военным училищем, офицером. Офицером показывает Сенатскую площадь, показывает виселицу. И обращается к ней. Итак, ты хочешь, чтобы он был жив? Ну, тут, простите, я никаких реплик в отношении женщины не могу допустить. Но она сказала, да, пусть жив. И вот она после того, после казни написала об этом. Вот когда наши такие безумные обращения к Богу чем кончаются? Здесь-то она раскаялась, но было слишком поздно. Поэтому святые отцы решительно запрещают настойчиво просить что-либо. Исаак Сирин тот даже так говорит, как говорит, что будет с человеком, который сможет подойти к царю и начнёт просить у него гноя, прикажет казнить его. Исаак Сирин уподобляет вот эти наши настойчивые просьбы о земных каких-то вещах, уподобляет это гною. Это надо помнить. Действительно. Поэтому наше отношение должно быть только одним. Господи, ты видишь, но я верю тебе, что ты есть любовь. Да будет воля твоя. Принимаю, Господи. Вот всё. Спасибо. Спасибо.